В детстве нам часто делали йодистую сеточку. Тогда мы не понимали, зачем это нужно. Тем не менее, это отличный способ избавиться от многих болезней. Достаточно лишь на ночь мазать пятки йодом, чтобы болезни к вам не приходили. Йод — важный элемент в организме, о котором не стоит забывать. Он контролирует работу многих органов и, соответственно, оказывает прямое влияние на общее здоровье человека. Если йода в организме недостаточно, в первую очередь это влияет на состояние щитовидной железы. Проблема также состоит в том, что если вовремя не заняться щитовидной железой, это может спровоцировать возникновение других болезней. Для того, чтобы в домашних условиях проверить наличие йода в организме, а также восполнить его недостаток, достаточно выполнить одно простое действие. Наверняка многие помнят йодистые сеточки, с которыми часто ходили в детстве. Оказывается, их нам рисовали неспроста. Дело в том, что, если на ночь намазать пятки йодом, на утро можно сделать некоторые выводы о своём здоровье. Если утром на ваших ногах остался след от йода, значит, ваш организм им насыщен. Если же след пропал, то это может послужить тревожным звоночком. Чтобы наполнить организм этим полезным элементом, нужно ежедневно на ночь мазать пятки йодом до тех пор, пока следы перестанут исчезать. Если к утру сетка исчезнет без следа, значит, нужно употреблять побольше репродуктов и другой едосодержащей пищи. Конечно, в детстве мы часто не воспринимали сказанное родителями всерьёз. Однако с возрастом, как обычно и бывает, люди начинают вспоминать советы взрослых и вновь обращаются к проверенным методам, чтобы сохранить своё здоровье. Йодная сетка, нанесённая на ступни, улучшает кровообращение, а это позволяет избавиться от отека ног, что особенно актуально для тех, кто вынужден много времени стоять или ходить. Не следует забывать, что йод также повышает температуру тела. Поэтому при насморке, если нет возможности попарить ноги, следует на ночь нанести на пятки йодную сетку, а сверху надеть тёплые носки. Перед тем, как делать йодную сетку, желательно удостовериться, нет ли у вас аллергии на йод. Для этого нужно нарисовать небольшую полоску йодом на внутренней стороне запястья и подождать 15-30 минут. Если за это время не возникло никаких болезненных ощущений и нет покраснения, значит, всё в порядке и можно переходить к следующему шагу. Ни в коем случае нельзя наносить йод сплошным слоем, иначе можно получить ожог. Ватной палочкой следует нарисовать на ступнях тоненькую решётку с размером ячейки примерно 1 умножение 1 см. И помните, каким бы эффективным ни был этот метод, злоупотреблять им тоже не стоит. Врачи рекомендуют наносить йодную сетку не чаще 3-4 раз в неделю. Йодная сетка. Как, когда и для чего? Йодную сетку нельзя наносить на открытые раны, любой спиртовой состав. Йод, зелёнка на ране создадут глубокий химический ожог, который будет долго заживать. Возможно, оставит рубец. Как надо. Чтобы продезинфицировать рану, используйте перекись водорода, хлоргексидин, а сверху накладывайте чистую марлевую повязку. Йод и зелёнка отлично подойдут для мелких царапин. Также нельзя в области сердца и щитовидной железы. Потому что клетки, которые вырабатывают тироксин, клетки щитовидной железы у ани очень любят йод, а гипертиреоз – это состояние, когда и так очень много гормонов. Йодная сетка эффективна при лечении рви, ларингита, атита, насморка, трахеита, гайморита. А также поможет при ушибах, остеохондрозе, артрите, артрозе и радикулите. Нельзя лечиться йодом, если температура выше 38 градусов. Противопоказан йод детям до 3 лет, беременным женщинам и аллергикам.